всем доброго времени суток вы на канале тапатун тиви ну что ж ребят мы нарисовали для вас вот такую вот схему это ну даже не схема это вообще закон медили как бы по генетике сейчас мы с вами рассмотрим какие вообще получится детки от наны с рыжиком и также проверим их на самом деле то есть реально ли таких детей получить или же нет и так на носика и рыжика мы сразу уже расписали по генам что они в себе несут тут сразу скрытые гены и так скажем нормальные обычные гены у на носику назначит супер хипа трэмпер альбина танжерин и клипс рыжик у нас white enigma танжерин трэмпер альбина и клипс я здесь обозначила на ну ярким таким цветом чтобы здесь везде было видно ее ген рыжик такой более светленький и так начнем с вами расписывать их детей если хотите можете конечно сами попробовать вот так скажем это выглядит вот и смотрите итак представим что это у нас будет первый ребенок это второй это третий а это четвертый это у нас естественно доминантный ген это рецессивный ген здесь тоже сейчас все определим какой доминантный какой рецессивный об этом обо всем будем рассказывать итак первый малыш с первым малышом он несет в себе сразу два гена доминантных что унаны что рыжик унаны доминанты ген один-единственный это вот хипа один-единственный доминантный ген который отвечает за отсутствие черного пигмента на юблефаре то есть у нас получается доминантный вот этот ген тут только хипа так а у рыжика у рыжика у нас доминантных гена 2 это white and yellow и и нигма эти остальные гены рецессивные так же как и унаны они кстати идентичные что унаны вот этот триомпер альбин тенджерин эклипс что рыжика тенджерин 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 эклипс так а у рыжика у нас так я рисую эту загогольку white and yellow и нигма дальше у нас идет с вами второй малыш все вот это вот это первый малыш то есть первый малыш будет нести в себе вот эти вот гены это в обязательном порядке второй малыш вот этот опять доминантный ген хипа и рецессивный ген уже идет от рыжика а у рыжика у нас рецессивный ген это тенджерин трэмпер альбина и эклипс значит любой из этих генов у него может проявиться так получается тенджерин трэмпер альбина и эклипс третий малыш у третьего малыша у нас уже доминантный ген рыжика это white and yellow и enigma white and yellow и enigma рецессивный ген нанин нанин то же самое трэмпер альбина тенджерин enigma ой какой нигма ребят запутал вас эклипс эклипс так и четвертый малыш здесь у нас рецессивный ген у четвертого самого малыша одни только рецессивные гены что от мамы что от папы так первым мы напишем маму это в принципе вообще даже не важно тенджерин эклипс и тоже второй родитель то же самое та тенджерин эклипс вот так итак ребята на вот эту сторону мы пока что не смотрим не обращаем внимание об этом мы поговорим чуть чуть попозже сейчас нам самое главное это уяснить и понять то что все что здесь написано вот этот вот рядочек и вот этот рядочек и то что у наны вот это вот это все просто обычный набор генов и скрытых генов и так скажем видимо видимо генов то есть это все гены они у нас могут проявиться могут и не проявиться об этом тоже не забываем скрытые гены у нас всегда подписываются get то есть у нас на на по факту она санглоу супер хиппо тенджерин дремпера альбина get eclipse то есть у нее скрытые гены клипса то же самое и у рыжика у рыжика тоже скрытые гены клипса но мы здесь get не подписываем потому что это у нас просто чисто вот идет их гены просто вот как какие есть у них на данный момент конечно же они как-то там появится еще не могут хотя в процессе их так скажем спаривания на нас рыжиком что-то может еще и проявиться но пока что мы только нашли скрытые ген eclipse у наны и рыжика и то что у рыжика еще точно кстати да забыла вам сказать скрытый ген альбинизма то есть он альбина еще к тому же надеюсь с этим все понятно и сейчас мы с вами разберем какие же у нас все-таки получились малыши кто родился у кого какие гены и так далее ну что ж мы наконец-таки перешли к теме малышей сейчас мы с вами распишем кто же у нас все-таки получился начнем с первого малыша первый малыш давайте спустимся чуть-чуть пониже в принципе та уже цепочка нам не нужна нам нужны только гены у нас появился малыш вайт вайт получается ангелу гет энигма вы посмотрите насколько малыш рыженький у него нет ни клипса ничего он просто обычный вайтик можно посмотреть на него такой хорошенький симпатичный малыш потом второй 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 малыш у нас несет в себе гены ихипа тенджерин трэмперальбина и эклипс но этот малыш взял в себя два вот этих гена трэмперальбина и эклипс и получился у нас раптор очень красивая морфа родилась она у нас пухленькой кругленькой девочкой то есть никакого желтого пигмента тогда еще не было она наверное наверное пожелтела где-то со второй линьки вот такая симпатяшка очень красивые глаза эклипсовские сныкайс то есть у нее глазик наполовину беленький наполовину красный поскольку постолька она несет в себе генальбинизма трэмперальбина у нее за счет этого рубиновые глаза третий малыш здесь у нас уже родилось два малыша я подпишу буквы а и буквы б третий малыш это white and yellow энигма трэмпер альбина эклипс то есть этот малыш забрал в себя все практически все гены то есть и white and yellow и энигму и трэмпер альбина и эклипс все вместе вы только посмотрите какой он красивый он очень светлый у него невероятные красные рубиновые глаза сейчас он меняет окрас не только внешне но и глазки у него тоже меняется раньше они были чисто красными а сейчас они изумрудные второй малыш второй малыш у нас просто обычный и энигма эклипс хотя энигма эклипс трэмпер альбина трэмпер альбина гид глит но тут у нас все таки ребята небольшие сомнения что все таки что вайт энд ел это скрытый ген у нас какие то есть предположения что он скорее всего будет вайт энд ел То есть морфа точно такая же, как и у первого малыша. White and Yellow Enigma, Tremper Arbina, Eclipse. Посмотрите, у него тоже глазки рубиновые, но здесь уже чисто рубиновые глаза. Они прям красные и до сих пор. Вот такой он интересный, как проявляется окрас Enigmas, Enigme. Посмотрите, какой интересный, пятнышки вот эти рыжие. И четвертый. Четвертый малыш у нас несет в себе ген Tremper Arbina, Tangerine и Eclipse. Тут у нас уже идет тоже Raptor. Скорее всего, родится либо Raptor, либо просто обычный Tremper Arbina, либо Tangerine Tremper Arbina. И много других вообще можно вариаций выбрать. И Eclipse, Tremper Arbina.